Всем привет, это канал Криптонист, и сегодня у нас будет обзор бумажного биткоин кошелька ICNode. Мы узнаем, какое у него применение, и далее я покажу, как можно пополнить баланс кошелька и вывести деньги. Поехали! ICNode производит швейцарская компания, которая называется SMD Security Printing Sarl. Я надеюсь, я правильно ее произнес. И одним из акционеров этой компании является другая швейцарская компания Europos SA, которая была зарегистрирована в Женеве в 2009 году. Занимается она брокерскими операциями с драгоценными металлами. Клиенты компании Europos вместе с драгоценными металлами в ячейках хранят банкноты с биткоинами. Для справки, в Швейцарии примерно 10% населения владеют криптовалютами. В некоторых областях Швейцарии биткоинами даже можно оплачивать налоги. На текущий момент банкноты существуют только для биткоина, но, возможно, в будущем появятся и другие банкноты для других монет. И более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте ICNodeCH. Здесь будет сначала, по-моему, английский язык по умолчанию установлен, но вы можете его здесь поменять на русский. Все на русском языке. Можете почитать, посмотреть видео, узнать о компании, ну и более получить подробную информацию на сайте. Давайте посмотрим на эту купюру. Она внешне, на самом деле, ничем не отличается от обычной фиатной банкноты. По сути, это фиатная купюра, которая хранит себе приватный ключ. И этот приватный ключ, то есть, эта секретная информация, которая позволяет получить доступ к криптовалюте, она хранится под вот этой вот голографической пломбой. Можно сказать, что это биткоин, который обернут в фиатную купюру. Материал банкноты выполнен из полиэтилена очень высокой плотности. Эти банкноты выдерживают температуру от минус 40 до 60 градусов по Цельсию. Они устойчивы к воде и к механическим воздействиям. На конференции Блокчейн Лайф команда Криптонист встречалась с представителем IC-ноут. И когда мне показали вот эту вот купюру, представитель сказал, слушай, ну вот попробуй ее разорвать. И давайте я попробую ее разорвать. Ничего не получается. На самом деле, у меня не самые слабые пальцы. Я не могу ее разорвать. Давайте я попробую на камеру вот как-нибудь ее даже вот так со всей силой вот порвать ее. Не получается порвать и даже она не растягивается что ли. Вот я со всей силой это пытаюсь сделать. Даже можно ее как-нибудь вот так вот смять. И мы видим, что в целом-то все хорошо. И мы заодно проверим, осчитается ли приватный ключ и все ли здесь будет хорошо. Разорвать ее, в общем, не удалось. Проверку она эту прошла. На лицевой стороне у нас находится адрес сайта IC-ноут.ch, то есть мы переходим для получения информации только по этому адресу. Ни в коем случае не нужно переходить по каким-то ссылкам, которые предоставляют там в Телеграме или на других ресурсах. Только то, что на банкноте IC-ноут.ch, это Швейцария. И на обратной стороне, да, у нас находится QR-код с биткоиновым адресом. Этот QR-код можно считать через смартфон. Это как раз я покажу, да, очень удобно будет считывать его. Либо у нас есть также адрес, который отображается вот в буквенно-цифровом виде. Его использовать мы, естественно, не будем, но на всякий случай для резерва они, видимо, добавили адреса в двух разных локациях. Ну, то есть в верхней части купюры и в нижней. И голографическая пломба, под которой находится приватный ключ. Когда я буду тратить монеты, я как раз покажу, как он выглядит. Давайте поговорим очень важный вопрос, а как эти банкноты вообще изготавливаются, как они печатаются. А печатаются они с помощью специальной машины, которая была разработана в Женеве. Эта машина отвечает за генерацию случайности, то есть это аппаратный генератор случайных чисел. И эта случайность необходима для того, чтобы генерировать приватные ключи, которые потом наносятся на банкноту. Приватные ключи генерируются в автономном режиме. Оборудование, принтеры, которые используются для создания банкноты, они не имеют подключения к интернету. А сотрудники типографии находятся под строгим наблюдением. И после производства партии банкнот, жесткие диски, на которых хранилась информация о приватных ключах, они уничтожаются. И давайте еще раз проговорим эту цепочку. То есть есть лаборатория, в ней есть аппаратный генератор случайных чисел, там есть еще другое оборудование для печати. Есть сотрудники. Все это находится под контролем, под наблюдением. И таким образом производят эти банкноты. То есть генератор случайных чисел генерирует число. Это число пропускается через эллиптическую кривую. Генерируется приватный ключ, генерируется публичный адрес. Все это передается на принтер. Принтер печатает это все на банкноту. И далее вся информация с этого оборудования очищается. На самом деле, организовать весь этот процесс очень и очень сложно. И все это, конечно же, предполагает доверие. Это то, что мы так не любим в крипто-сообществе. Однако по отношению к Icy Note, уровень доверия можно снизить из-за его применения. Нет, у меня не пауза, нет, я сейчас продолжаю. А, еще не надо было делать это. Давай, 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 давай. Давайте рассмотрим несколько способов применения банкнот Icy Note. Первое, это совершение оффчейн транзакций в биткоине. То есть мы можем загрузить на эту банкноту биткоины. Передать ее другому человеку. И таким образом в блокчейне не запишется никакая информация о этой транзакции. И такая транзакция, такая передача биткоина будет осуществлена абсолютно анонимно. Точно так же, как это происходит и с фиатными деньгами. Другое применение, если нам нужно оплатить товары и услуги. И сделать это нужно человеку, у которого вообще нет никакого кошелька. То есть, знаете, как раньше выписывали чеки. Точно так же можно выписать чек в биткоине с помощью Icy Note. То есть мы можем сканировать QR-код с помощью нашего кошелька горячего. Либо, используя аппаратный кошелек, перевести туда биткоины. И взять эту банкноту и передать ее человеку для оплаты каких-то товаров и услуг. Мы можем сделать подарок человеку, у которого вообще нет никакого опыта в крипте. И не знает, что такое биткоин. Ну и так же мы можем перевести биткоины из точки А в точку Б. Без каких-либо электронных устройств. Например, передать банкноту родственнику или другу, то есть какому-то доверенному лицу. Чтобы это лицо передало банкноту в пункт назначения. И голографическая пломба в этом случае будет гарантировать, что никто не знает приватного ключа от этого адреса. Соответственно, он не сможет потратить деньги, которые залочены на адресе биткоина. И заметьте, что я не говорю про долгосрочное хранение, так как долгосрочное хранение биткоинов на банкноте этой уже подразумевает очень и очень большой уровень доверия к производителю. Естественно, если вы принимаете все эти риски на себя, то можете использовать и в долгосрок хранить биткоины на этих банкнотах. Но лично мое мнение, применение у этих банкнот это те, которые я перечислил. Если у вас появилась какая-то идея применения этой банкноты, напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень интересно узнать ваше мнение. Давайте я покажу, как можно передать эту банкноту. Естественно, если мы ее просто так передадим, то это будет просто банкнота. Для начала нам нужно загрузить какие-то биткоины. И вот у меня есть биткоины 400 и 9, ну, 442 рубля. Переходим в кошелек, да, это Exodus. Переходим в отправку. И вот здесь нам нужно ввести количество. Я введу все полностью и нажимаю на кнопку сканировать. И вот таким образом я сейчас буду сканировать вот этот вот QR-код. Вот так подносим его и сканировался QR-код адрес VBJ9, адрес VBJ9. Давайте я чуть ближе поднесу VBJ9. То есть сочетался все верно. Нажимаем кнопку отправить и отправляем биткоины на этот адрес. Ну и после этого надо подождать, пока данная транзакция подтвердится в блокчейне. Но по мне, если мы будем оплачивать какие-то небольшие суммы, то дожидаться подтверждения блокчейна не так уж и обязательно. Итак, теперь вот на эту банкноту деньги поступили. И я просто открыл в обозревателе вот этот вот адрес, да, VBJ9 и увидел, что транзакция подтвердилась. Все хорошо. То есть для того, чтобы это сделать, да, мы просто наводим на QR-код, сканируем его со смартфона и этот адрес просто подставляем в любом обозревателе блокчейна. Я использовал трезеровский обозреватель, но вы можете и любой другой. То есть человек может по QR-коду убедиться, что там лежат биткоины. И, соответственно, вот эта вот закрытая голограмма, да, то есть она не открыта, которая хранит в себе приватный ключ. Ну, то есть под ней находится приватный ключ. Она гарантирует, что человек, который передает эту купюру, он не знает этого приватного ключа, он не сможет использовать эти биткоины. И теперь получатель вот этой банкноты может использовать ее в качестве оплаты за товары и услуги. И далее взять ее, передать другому человеку также в качестве оплаты товаров или услуг. Если средств на адресе недостаточно, он может ее еще раз пополнить и точно так же передать. Самое важно, чтобы пломба вот эта была не нарушена. Ну, что если нужно потратить деньги, вот именно деньги, которые находятся на этом адресе? То есть мы можем потратить, по сути, двумя способами. Первая трата – это когда мы берем эту банкноту и передаем кому-нибудь. Второй способ траты – это когда мы тратим ее через вот этот вот приватный ключ. И как это происходит, давайте посмотрим. Здесь есть, во-первых, небольшой такой язычок. Отдираем пломбу. Здесь отображаются два QR-кода. То есть это одинаковые QR-коды, которые отображают приватный ключ. То есть мы можем сканировать оба QR-кода и получим один и тот же приватный ключ, который даст доступ от биткоина, который расположен вот на этом адресе. И точно так же здесь есть буквально цифровой вид приватного ключа. То есть сверху вниз здесь есть стрелочки, которые показывают, что мы читаем сверху вниз. Формат адреса, который здесь используется, называется wallet-import-формат . Он применяется практически во всех криптовалютных кошельках. То есть я могу взять вот этот вот приватный ключ и ввести его там в электруме, либо там в экзодусе, во многих криптовалютных кошельках. И это тоже хорошо, потому что мы не завязаны на каком-то одном кошельке. Мы используем приватный ключ, который применяется во многих кошельках. И давайте посмотрим, как теперь тратить монеты. И чтобы потратить монеты, я использую тот же самый экзодус. Я нажимаю на кнопку шестеренки. И здесь есть такая опция, как add bitcoin private keys. Иногда она называется sweep, иногда она называется import private key. По-разному мы нажимаем на нее. И вот здесь нам нужно подставить этот приватный ключ. Мы его можем подставить как через буквенный цифровой вид, точно так же и через QR-код. Но! Важный момент, что если вы обратите внимание, не всегда считывается QR-код, потому что следы пломбы остаются. И в этом случае нам нужно взять что-нибудь, типа монетки, и вот так вот очистить остатки пломбы. Не переживайте, QR-код вы таким образом не нарушите. Вот так очищаем. Я надеюсь, какой-то один из QR-кодов сочетается. И вот таким образом. Да, и у нас сочетался наш приватный ключ. Посмотрите, вот KH, KXH, QDW и так далее. Остатки пломбы лучше, наверное, все-таки пальцем или ногтем сдирать. Можете и картой, но лучше сильно не переусердствовать. И у меня теперь здесь есть этот приватный ключ. Я нажимаю кнопку импорт. И вот они монеты, которые обнаружились. Действительно ли вы хотите отправить средства? Я говорю, да. Импорт. И все. Мои биткоины, они отправлены на адрес, то есть на адрес экзодуса. Вот в биткоине я должен их обнаружить. Вот они. 312 рублей. Они поступают ко мне на экзодус. То есть я с банкноты отправил деньги на свой экзодус. И давайте подведем итог. Как я считаю, эти банкноты не совсем предназначены для хранения. Вы, конечно же, можете хранить, но просто придется принимать риски. То есть доверие к производителю. Если у вас доверие к производителю имеется. Если вы с ним хорошо ознакомились. Или вы работаете с этой компанией. То вы можете хранить и в долгосрок средства. Если нет, тогда просто небольшие суммы. И использовать их с применениями, которые я приводил. Подарок. Либо оплатить товары и услуги. Либо совершить off-chain транзакцию. Также могут возникнуть вопросы, а что если, например, экзодус заблокируют. Сейчас это очень популярный вопрос. Либо какие-то кошельки. Ничего страшного не произойдет. Потому что тот стандарт, который применяет IC Note. Это стандарт Wallet Import Format. Он применяется во всех практически криптовалютных кошельках. Вы в любом случае сможете даже через какой-нибудь электрум дисктопный. Через веб-камеру. Считать этот QR-код. И получить доступ к деньгам. Я забыл сказать самое важное, что приобрести эти банкноты вы можете на нашем сайте. Банкноты находятся в разделе аппаратные кошельки. Но на самом деле это не аппаратный кошелек. Хотя относится к холодному хранению. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Это был канал Криптонист. Храните ваши цифровые активы и безопасность.